Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он написал в постисловии книги Тогда ему первому слову А кто захочет сказать о книге Или о тех сюжетах, о тех мыслеобразах, которые эта книга могла вызвать Мы здесь в спокойной манере можем об этом поговорить Тема чрезвычайно значимая, как вы видите И не только глядывая туда, в имманентное пространство мысли Но и оглядываясь по сторонам, вы видите, что происходит Террор среди нас И та версия террора, понимания террора, которую Николай предлагал Может быть она оказывается все более и более востребованной Потому что террор перемещается из пространства происшествия В пространство события Он создается на мониторе В соответствующем осмиряемые потоки и так далее, и так далее Фигуры террора становятся активными участниками операционной войны Но речь не о том, чтобы в очередной раз ужаснуться происходящему вокруг нас А о том, чтобы в какой-то степени оказаться готовым к пониманию тех вещей О которых писал Николай в своей книге Александр Путерьянович, тогда может быть вас Здравствуйте, коллеги, дорогие друзья Мы действительно собрались говорить в первую очередь о книге Но возможно, что кто-нибудь скажет о личности Николая Дарикава Или какие-нибудь биографические моменты тоже будет уместно озвучить Хотя повод в том, что переиздана книга Николая Фигура террора 2 Он был очень одобрен в это название Он всегда утверждал, что я пишу не главы, а серии Помню, как он на кафедре отстаивал право писать дипломную работу не главами, а сериями Но, правда, не удалось отстаять Но сама идея ему очень близка И вот, поскольку все это время мы с ним очень тесно обсуждали Различные аспекты этой темы И беседы, и в ходе спецкурсов И в порядке обмена текстами Я, может быть, как раз и хотел бы сказать По возможности, не повторяя послезнования Той очень важной исходной интуиции Которой принадлежат фигуре террора И сам способ мышления интимно близкий к голову На мой взгляд, очень точный и очень трудновоспроизводимый Если, например, мы для некоторого ключика или контраста Обратимся, ну, предположим, к антидипу К капитализму и шизофрении И обратим внимание на способ начала И прямой манифестации сути дела То кое-что, может быть, для нас прояснится Поскольку всегда можно начинать с категориального упорядочивания Можно говорить о том, что есть бытие Оно уже ничто И становление как первое последствование Можно идти гегелевским путем Идти путем выстраивания упорядоченных фигур логоса Можно постулировать факт существования страдания в мире И двигаться к способам избавления от него Но напомним, что Дарёс и Квадтарей Начинают так, что работают машины желания Или желающие машины И осуществляется желающее производство Такова экспозиция самого начала А дальше уже из этой исходной данности Выстраиваются определенные планы имманенции То есть возможность тематизировать сущие Не пытаясь положить его в сетку категорий Или оставляя эту задачу как факультативную Что предполагает новое понимание Или даже перепонимание метафизики Идея, которая на самом деле По-своему была очень близка Николаю Только вместо работающих, желающих машин Которые согласно Дарёсу Дарьк тому же По-настоящему работают только тогда, когда словно Можно сказать, что существуют и фигуры террора И тогда нам необходимо произвести точную тематизацию Того, что же это за фигуры Поскольку на политической поверхности На поверхности антической Они предстают как какие-нибудь определенные Систематические практики терроризма Сами подверженные исторической смене Исторической моде, если угодно Перед нами возникают различные картинки Наподобие русской народной воли Нигилистов, бомбистов Или Японской Красной Армии Или Гирильерос в Латинской Америке Или Сикарии и Ассасины Ну или, наконец, современные Моджахеды и Шахиды И эта пестрая картина Может представиться как Своего рода Имеющая разные причины И она, безусловно, каждое из этих явлений Может быть вписана в свой ближайший ряд Неких политических и социальных причин Но в каком-то глубинном понимании Все они могут представить перед нами Как своего рода дрожь земли Как знак того, что человеческое бытие Осуществляется И момент своего осуществления Продуцирует фоновые глубинные фигуры террора Иногда имеющие вид Определенных исторических практик Как правило, практик Противостоящих упорядоченной социальности Практик, с которыми мы боремся Более-менее успешно или тщетно Но не обязательно факт Такого противостояния существует То есть, в известном смысле Это некая неустранимая составляющая Самого дистанциального измерения Поскольку оно сопряжено с социальностью Сопряжено с любыми трансперсональными расширениями И тогда это означает, что фигуры террора Если мы понимаем их как вообще исходную данность Любой возможной социальности Поскольку речь идет Они действительно могут быть отслежены Не только в порядке упорядочивания И поиска ближайших причин Но и в своей, может быть, своеобразной ритмике В своих стелеобразующих механизмах А также через способ их Некоторого опробования изнутри То есть, внутреннего вхождения Внимание того, что это означает Возможность под воздействием Трансперсональных машин Бросится под колесом лох Или что означает Ради идеи взорвать себя Или сменить образ жизни Мы-то все помним Теорию партизана Карла Шмидта Где Карл Шмидт задает такой наивный вопрос А чем, собственно, партизан Отличается от разбойника Грабителя Вообще От пирата, например И отвечает очень коротко Дело в том, что партизан Причастен к политическому И в силу этого Он пользуется народной солидарностью В этом его сила В этом его некоторая подлинность Он причастен к политическому Так вот, о терроре Мы не можем сказать даже этого Террор, конечно, тоже причастен к политическому Но все равно Это будет некий срез Пользуясь терминологией Пелезу Все равно террор И его фигуры И его простейшие ритмы Находятся глубже политического Где-то в самом измерении Онтологического бытия Это определенная Исходная неуспокоенность Эйдеса В результате их возможного воплощения То есть, если беспокойство души И есть самодуша Согласно Абустину То, в известном смысле Человеческое бытие Остается резистенциальным бытием человека Постойку Поскольку существуют Некоторые, быть может, преобразованные Но до конца Не усмиренные Фоновые фигуры террора Кто-нибудь заставляет нас Бросить вызов Существующему порядку вещей Кто-нибудь заставляет нас Поддержать Тезис раннего Маркса О том, что Все существующее Достойно критики Поскольку он и существует Этого достаточно Просто существовать Для того, чтобы быть достойным Критики Подлежащей критики И даже, конечно, мы можем Например, мы помним Изгарька, я вам не раз Обсуждал этот момент Просмотреть концепцию Жерара Согласно которой В принципе Возможные Либо Канализованные Формы насилия Ну, например Регулярный ритм Жертвоприношений Который Позволяет В нужное время В нужном месте Осуществлять Аннегиляцию Циркулирующего Насилия Посредством Принесения Правильной Жертвы И тогда Социум Избавляется От этого Насилия В противном Случае Оно принимает Опасные Паразитарные Формы И когда мы Отказываемся От этого Механизма Катарсиса Жертвоприношения Мы имеем дело С неканализованным Неутилизованным Насилием И расплачиваемся За это В том числе Революциями И различными Формами Нашей Неадаптированности Но По-видимому Суть Дело в том Что Ни при каких Расстоятельствах Даже при наилучше Устроенной Амплитуде Жертвоприношений Мы все равно Не сможем Канализовать Все насилие То есть Все равно Постанутся В человеческом Существе Некие Стихийные Силы Сопротивления Которые Не позволят Ему Нам Тем самым Человеческим Существам Окончательно Перечеркнет Твои Собственные Хорошо Взвешенные Рациональные Построения И С одной стороны Это может быть Остаточный Неукрощенный Хаос Тот Который Не был Преобразован Волос Его Контрэмманация Которая Может Является Основой Самой Жизни С другой С другой С другой С другой Это безусловно И отчасти Деструктивное Начало Но Нет ничего Более Сложного Чем Пользуясь Дозировкой Фармакона Как-то Отделить Ту Избыточную Деструктивную Составляющую От ритма Самой Подлинности Потому что Стоит Представить Нам себе Что Что Это Право Быть Фальшивой Нотой Собственно Кем же Мы Окажемся Чего Будет Стоить Наш Упорядоченный Социум Ради Кого Собственно Он Будет Упорядочен И Далее Вот Эти Фигуры Террора Которые Действительно Таким Образом Могут Быть Отслежены Во всех Слоях Проявления От чистой Метафизики До Политики И Разумеется Какой-нибудь Семейной Жизни Везде Они найдут Свои Собственные Узоры Именно Именно В этом Ключе Мы И могли бы Их По-настоящему Понимать В том числе Как импульс Текстуальности Импульс Того Что мы Вообще Должны Были Где-то Выступать Открывать Рот Подставляться И Говорить Может быть Не знаю Что ты Скажешь В зависимости От того Как Импульс Сработал И например В тех же Самых Здесь Отчасти Текст Представлены Аналитики Измененных Состояния Сознания Анализи Различных Медиаторов Состояния Включая Алкодицею Возьмем Мое Так Как Близкую Стихию Мы Точно Так же Можем Отследить Отследить Вот этот Неукротимый Ритм Противостояния Потому что Ну Ведь Когда Мы предположим Что Все Основания Для протеста Исчерпаны Ну Совершили мы Явку Справинную Устроены мы В эти Упорядоченные Ряды И Согласились Быть Например Жрецами Лобоса Однако Странным Образом Сама Возможность Совершить Такого рода Трансгрессию Например Возможность Напиться Хлам Означает В качестве Сохранной Возможности Означает Наличие Вот этих Низших Фоновых Фигур Террора Которые В конечном Счете Даже если Я не готов Бросить Никакой Другой Вызов Я все равно Могу Испортить Прекрасный Инструмент Для построения Вашего Счастливого Будущего И уж По крайней мере В этом Вы меня Ни к чему Не обяжете То есть И в данном Случа Та стратегия Которая может быть Безусловно Саморазрушительная Она оказывается Поразительным образом Неким гарантом Нашей Экзистенциальной Подлинности Которую Нам не избыть Это та Минимальная Квота Автотравматизма Без которой Подлинность Человеческого Существа Немыслима И недостижима Хотя Безусловно Нам Очень трудно Противостоять Ей Очень трудно В том плане Что Если речь идет О специалистах По словам Швейцарк Логоса Который Некоторым образом Велик соблазн Впасть В позу мудрости В стационарную Позу мудрости Которая Для которой Приготовлена Кафедра И прочие Благопристойные Места Вещания И в конечном счете Зачастую Это движение По линии Наименьшего Сопротивления Осуществляется Но Излишне говорить Что Николай Грекал Никогда Не подпадал И не собирался Сливаться С этой статуарной Позой мудрости Осуществляя Практику Дистанциальной Подлинности То есть Существляя Те срезы Возможных Фигур террора Где Мы Вправду Могли бы Вести Вот Это Опасное Бытие Понимаем Что Вместе С опасностью Приходит И спасительное Как говорили Но Совершенно Точно Нет Субстанции Чистой Спасительности В которой Не было бы Опасности Вообще То есть В случае Полного Отсутствия Квоты Автотравматизма В случае Полного Отсутствия Этих Минимальной Дрожь земли Как спонтанно Возникающих Фигур террора Мы В принципе Утратили бы Мерность Субъекта Утратили бы Подлинность Дистанциального Измерения Что Означало бы Конечно же С одной стороны Реализацию Окончательную Великую Купь Просвещения Но С другой Стороны Колоссальную Потерю Которая Была бы Сопоставима С той Потери Если бы Некий Вид террора Восторжествовал В качестве Систематического Терроризма И смог бы Например Разрушить Бастионы Нашей культуры Как в любой Дозировке Фармакона Здесь действует Примерно Тот же Принцип Нехватки И переизбытков И Соответственно Об этом В частности И эта книга Которая Состоит из трех Глав Об этом О способе Совмещать Внятную Речь о мире С Возможностью Как бы Поменять Какую тематизацию Не потому Что Допустим Ты Подпал Под влиянием Более правильного Построения А например В силу Спонтанного Скучнения А например В силе Того Что Здесь можно Бросить А продолжать И начинать С какого-то Нового места Вот В главке Под названием Архив Там Николай Грекал Рассматривает Фигуру Лабиринта И танца И Задается вопросом А что собственно Первично Можно ли рассматривать Лабиринт Как схематизированный Танец Или наоборот Танец Это Расшифровка И Предъявление К проживанию Неких имеющихся Лабиринтов Возможно Оба варианта И скорее всего Они оба осуществляются Но В действительности Я думаю Что здесь Важен еще момент Сохранения Лабиринта В качестве Таких Слабых токов Сознания Которые Всегда существуют Даже тогда Когда сознание Не находится В интернациональном Режиме И нет предмета Мысли Как такового Но Существуют Слабые токи Сознания Которые Могут Манифестировать Себя Через Возможность Что-то там Чертить На листочке Бумаги Когда речь Не занимает Тебя целиком Или Какие-то Схемы На доске Рисовать На деревне К чему Не относящиеся То есть Это вот Те самые Слабые Токи Которые Всегда есть Во всей Телефонии И они Нужны Для того Чтобы Чтобы И машина Языка Продолжала Работать На холостом Ходу И Если угодно Машина Абстракции Время Тремени Они включаются В полноценный Режим Интенциональности Но они Всегда должны Быть Как такая же Фоновая Дрожь Земли Как те же Фигуры Террора То есть Аналогом Этих Слабых Токов Сознания В нашей Интенциональности Является Фоновый Террор Требующий Буквально Требующий Расширений За пределы Любой Дискурсивности Требующий Того Чтобы Мы Обновичили Наше Бытие Не только Категориально И не только В виде Вопросно-ответной Машины Но и Некоторыми Затратными Проявлениями Некоторыми Некоторой Формой Предъявленности Проживанию Которая Так уж Получается Неизбежно Будет Включать В себя И ту самую Помянутую Квоту Автотравматизма Завел А в действительности Это Как бы Готовность Сопротивляться И противостоять Любой Исчислимости Любой Форме Попорядочивания Любому Взятию Или принятию За единицу И именно Наличие Вот этой Изначальной Антологической Свободы Боли И сопротивления Всем Викторизованным Утопиям И составляет Внутренний пафос Как в этой книге Фигуры Террора 2 Так и и само И в жизни Николая Грекалова Который Залеком И именно Таким образом И прожил Ни разу Не отступив От подлинности Ни разу Не Соблазнившись Позой мудрости И ни разу Не подумавши о том Что эти фигуры Террора Могут ведь И отягощать Наши бытии И они В чем-то Разрушительны В чем-то опасны Но Видимо Опять-таки Здесь перед нами Подтверждение Того Что Человеку Подобавят Того Тихо Тихо И сохранение Тех Репрезентаций Где сохранилось бы И Сохранились бы И фрагменты Разговора И Собственно Изложение И тот И та фоновая Дрожь земли Охватывающая Говорящих Слушащих И дальнейшее Расширение По крайней мере В их Конспективном Пунктирном Виде Несмотря на Всю степень Документированности Таких единиц Увы нет Поэтому Мы их Вынуждены Реставрировать Реконструировать И Отчасти Поэтому Может быть Те Кто знал Николая Лично Конечно же С особой Глубиной Теплотой И Восхищением Удивлением Будут читать Эту книгу А Остральные Могут Реставрировать И реконструировать Опираясь На На Прекрасный Биографический Миф Который Тоже Никуда Не денется Почти Все Хранители Этого Мифа Живы Появится И новый Биографический Миф Он Является Тоже Важным И Существенным Расширением Для Самой Аутентичности Вкладывания В данном Случа Николая Горикалова Вот Спасибо 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 Я думаю Что есть вопросы Прошу прощения Но давайте решим Как мы будем работать Здесь есть люди Которые хотят выступить И знакомились с книгой И мне кажется Что лучше Если мы всех послушаем А потом Устроим Иначе Вопросы Много Другого Возникает И так далее Так что Может быть Так можно И написать Я вспоминание Я вспоминаю Когда Готовилась первая книга Я уже Благодарил Романа Викторовича Диссертация 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 Николая Называлась Керор Социально-философский Анализ Который Под руководством Николая Борис Ачон Написал Ну и когда Встал вопрос О публикации Книги По диссертации В общем Они почти идентичны Здесь добавлены В работе Фигуры террора Добавлены Новые вещи То как раз Вот Внимание было Как раз Скручено На фигурах Фигур Я помню Что мы тогда Говорили Я тогда стал Пользоваться термином Постмодернистский Терроризм В чем Принципиальное отличие Вот мы тогда Беседовали Если классический террор Имеет вектор направленности Против кого-то Смещение Децентрация И так далее То постмодернистский Терроризм Он ни на кого Не направлен конкретно Он взрывает существование То есть тот самый Аристотельевский Тобус Который нигде не находится На всему дает место Но понятно Что этого было Яма недостаточно Вот просто указать На то что взрывается В любом месте И нужно было Как-то Совершить Некоторую Экземплификацию То есть назвать Вот Потенциальных субъектов Так скажем Этого действия И тогда Появилась вот Эта тема Фигур Потому что нужно было Обозначить Какие-то принципиальные Дискуссивные позиции В которые фигура террориста Будет укладываться А для этого Пришлось пойти Конечно Гораздо глубже То есть Попытаться работать С теми В том числе Органическими Инстинктивными данными Которые всегда наличествуют И с которыми Нужно хоть как-то Иметь дело Хотя бы Как-то их нужно Позиционировать Назвать Для того чтобы Как этого монстра Бессознательно Вывести на свет И тогда он окажется Не таким страшным Поэтому Мне кажется Что вот между Первой работой Фигуры террора И Большой книгой Николая Жреги человеческого Очерва Тотальной антропологии Как раз Такая связь Существует Не всегда может быть Очевидна Что он говорит Я не хочу больше Заниматься террором Но имеется ввиду Проблематика террора Но То что он стал делать То как Что названо Тотальной антропологией Это как раз Как бы раскрытие Эти фигур То есть они нагружаются Вполне определенными Биографическими Органическими Другими данностями В этом смысле Некая завершенность Поэтому Публикация этой книги Она важна Потому что она Как бы создает Некоторый новый От понимания Этой логики От фигуры террора Время Человеческого И вот наконец Фигуры террора 2 Ну я может быть В конце скажу Вышел сборник Посвященный Работе Николая По материалам Семинара Который мы проведем Около года назад Здесь многие участвовали В этом семинаре Эта книжка Здесь мы ее тоже покажем Ну а теперь Александр Павлович Кто у нас Так я думаю Что Несмотря на то Что Николай Борисович Почти что Только что пришел Но может быть Он Хотел бы Прямо сейчас Что-нибудь сказать О Николае Валиканове Скорее пока Подолго Служу По зубу сердца Потому что Книгу я не видел Вот я ее Сейчас впервые И собственно говоря Участвовать Сколько-нибудь Подметных дискуссий Я ее говорю Смогу Просто Предпринимать Ее возможно С некоторыми Отприродными Предчувствиями Может быть Это Давно пора Раздет Ну видите Есть конечно Важный контекст Который мы Эволюционизируем Разделяем Пословутую Историю Идей Что это В малой степени Какой на это У нас Складают Способности Но есть Прямо Вратный контекст Наверняка Гораздо Более Существенный Минципальный В котором Вибридовский Шефтер Вообще И наших Идеев В частности Решитло Никакого Не имеет Значения В том Существенного День Так Вообще Так В частности Конечно Скорее Так называемая Эволюция И взросление Которое Существенно И Феноминальное Очень Хорошо Конечно Мне Помнится Как Начинался Тот Путь Который Привел В количестве Еще Сетей Ситаций Передел Книги Поскольку В частности Проходил Наших С ним Довольно Горячих И Непростых О беседах Постойку Поскольку Он решительно Не хотел Открыть Никому Не Да и себе Того Что На самом Деле И Него Представляется Самым Главным В качестве Например Идеи Будущего Текста Или Например В качестве Смыска В будущем Собственном Пути Вы Помните Как Примерно Начинается Дао Дэдзи Если По-человечески Проводить Кто Говорит О Дао Тот О нем Молчит Обратная Формула Не Всегда Верна Но Она Точно Верна В отношении Коли В каком-то Очень важном Для него На мой Гляд В смысле Он Отказался От Наших Обыкновенных И естественно Попыток Косвенную Речь Вещи Собственной Души Привести В прямую Как будто Были Альтернативой Однако Это И так Сохранить Сохранить Нетронутый Предмет Собственного Размышления Одно Из Высших И редких Одна Из Высших И редких Способностей Того Кто Эту Речь Ведет Это Будет Смешно Сказано Но Деликатность Такт Некая Трансидентальная Мяшкость Вот Что Вообще Всегда Отличаю Этого Довольно Буйного И Часто Откровенно Жесткого Человека Автора Вот Враг Должен быть Достойным Не то Чтобы Там Ангел Ветхов Завета Не обязательно Но Что-то В этом Духе Что-то В этом Рильковском Духе Если Критиковать То Разом Да Если Умечать Историю Всех Времен Двух Идивсинкразии То Тем Чтобы Ее Демонстрировать Как Это Нем Отлич Если И Если Преглядываться К Источнику Отлинного Ужаса На Этого Все Эти Или Например Порчи Этого Этого Нельзя Делать Со стороны Этого Нельзя Делать Со стороны Потому Что В этом Случ И Дальше После Дельского Базара Ты Не Пойдешь Вот Это Традикальный Отказ От Позиции Стороннего Наблюдателя По Отношению К Тем С Кем Суть Будет И Вовсе Не Разбелять Характерней Шерта Мне Кажется Все Его Работ И Тем Более Это Ясно Поскольку Поскольку Мы Подближаемся Каким Совершенно Ну Откровенно Негативным Сторонам Человеческого Существования В лице Ли Того Что Растворяет Собой Трот В любых Своих Лицах И фигурах В лице Ли Того Что Растворяет Для нас Порча И коррупция Тоже В любых Своих Образцах И в целом Говоря В лице Того Что Должно Быть Признано Как Изначально Субстанциально Дикое Ну вот Животные Разделяются Кроме всего Домашних И Дитих Идеи Наверняка Так Различимы Причем По очень Важным Своему Существу А при Ближайшем Рассмотрении Особенно Со Стороны Особенно Изнутри Пределов Направленного На них Опыта Таковы Все 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 Вещи На Совет И Если Между ними Выбирать Между Вещами И Идеями Дикими И Домашними Предмет Ты Эту Дикость Должен Культивировать Ты Должен Ей Отдаться С Такой Полнотою Чтобы Она Сделалась Невидимой В твоих Газах Прикиньте Что Это Никогда Не Может Сделаться Рассудочным Проектом Но Если Ты В себе Чувствуешь В этом Отношении Придвижение Некое Предчувствие Подлинность Ты Уже От него Не Откажешься Ты Его Ничему Не Подидашь В Жертву В Любом Сообществе В Любом Цеху Ордени Конгрегации Наиболее Видимо Оказывается Отсутствие Того Что Играется Наиболее Востребовым Если Ты Хочешь Знать Что Это Такое Человек Не Умеющий Нарисовать Сканейки Да Саша Надо Идти К Художникам Если Ты Знаешь Что Такой Человек Решен Абсолютно Решен Дух Надо Идти К Музыкантам Если Ты Хочешь Увидеть Совершеннейшего Дурака Надо Идти К Философам Если Ты Хочешь Увидеть Что Чистого Разума И Подлинно Культурно И 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 Дух Надо Точностью То Наоборот Пытаться Пытаться Распознать Их Напрямую В себе Не С тем Чтобы Зарвать Терняшку И Заниматься Самоуничижением И Вообще Самокопанием Чем Напоминающим Вообще Самокопанием А с тем Чтобы Заговорить Терняшку 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 Вообще Многие Думают Со времен Сократ Что Путметность Помозрительных Лечей В Каком-то Смысленно Может Являться Залогом Их Осмысленности Вот Я думаю Что Я не читаю Север Гравли Я думаю Все Движут На поверхность А Голит Север Чем И Чем Он Только Умел Слышать И Понимал Как Это Варень Все Он Знал Это Не Предмет Вообще Для Спора Для Поиска Достат Садных Приблизительностей Это Не То Это То В Случае Домашней Кожи Это Не То В Случае Его Текст Вот Что Я Могу Предварить Видите В Каком-то Смысле Недопустима Такая Внешне Обыкновенная Наша Академическая Педантическая Оценка Но В Каком-то Смысле Еще Более Недопустима Знаете ли Невыносимая Прежде Ненавистная Лидша Я Тоже Так Думаю Веретели Что Он Так Не Думал Так Что Он Не Правда Он Правда Говорит Но Именно Потому Что Тут Нет Мнений Не Думал Да Не Думал Он Что Так Думаешь О Коррец Да Не Думал Он Говорил О том Как Лечие Существует А Не О Том Как Он О Не Думал Вот В эти Редкие Мгновения В которые Удаётся Его Слово Разлить Судьбу Самих Вещей Он Выходит Из Этого Хадагирианского Кинематографа Понимаете Вот Ирон Не Экранирован И Если Что-то Происходит На Твоих Глазах Сущим Это Не Может Не Происходить С Тобой И Если Там Происходит Прощение Равнее Что Оно Происходит Вот Спасибо Николай Спасибо Мне кажется Очень Важно Я Как бы Смотрю Немножко Из Другого Поколения Экспресса Ильсупор Другими Коллегами Кто Старший Мне Очень Мне Кажется Важно Что Мы В этом Разговоре Как-то Создаётся Хотел Сказать Наше Но Всё-таки Большей Степени Ваше Сообщество Таких Тридцатилетних Сорокалетних Людей Что Мне Говорит Что Сделали Вот Или Могли Сделать Или Хотели Люди Старшего Поколения Они Уже Сделали Ну Да Можно Заниматься Многими Вещами Продолжать Как бы Наработанные Всё Некоторые Инерционности Но Мне Говорит Что Ваше Сообщество То Которое Здесь Оно Важно Именно Как Ну Если Говорит Как Некоторая Надежда Александр Погребняк Как раз Представитель Этого Поколения Сами Может Как-то Вот так Вам Туда Переместить В Листу Потому Что Тут Вышли Сзади Нет Саша Стоит Смотри 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 Телефон Да Саша Саша Сторож Сторож Ну Ну Когда Я думал Что Мне Хотел Сказать Сегодня Я Тоже Думал Немножечко Поговорить О манере Речи Весьма Николая Аврикалова Мне Очень Приятно Что И Александр Купрянов И Николай Борисович Затронули И затронули Не похоть А акцентированно Действительно Помимо Содержания И Идей Манера В которой Существовал Коля Она Была Поразительна И вот Она Производила Огромное Впечатление Наверное Это тот случай В котором Мы понимаем Что Манера Неотделима От самого Существования Как Трепет Души Есть Сама Душа Так Случай Коля Манера И была Его Собственным Бытием При этом Мы прекрасно Все Помним И понимаем Что Именно Поэтому Ничего Манерного Никакого Манерничания В его Жизни И Его Дискурсе Никогда Не было Все Было Предельно Естественно Так Как Если бы Иначе Он Существовать И не мог В моем Случае Так Получилось Что На Сегодняшний День Последнее Последнее Место Где Я С Встречался Это Как Раз У Стена Этого Заведения Где Была Презентация Книжки Силы Красных Мещей Где Коля Выступал Но Я Сильно Опоздал И Его Выступление Не Слушал А Коля Подошел Ко Мне Я Говорю Ну А О чем Ты Говорил Коля Горолда Говорит Про Метафизику Бухла Вот И Мне так Стало Грустно И Жалко Что Я Этого Не Услышал Не Увидел Да Вот Что Оставалось После Это Только Уже Бухать Из Метафизики Вот Что Мы Делали Но Сегодня Утром Я Просто Совершенно На Всякий Случай Набрал В Гугле Николая Врекалов И Обнаружил Что Полная Запись Того Обсуждения Там Выложена Я Сегодня Вот В этот Солнечный Мороз На День Утром Получил Такой Огромный Праздник От Начала И до Конца Увидев И услышав Вот Это Колина Выступление В котором В общем-то Все его Темы Которыми Он Жил И о которых Думал Они В концентрированном Таком Виде И очень Яко И весело И красиво Были Представлены Что Я При Всем Как бы Теоретической Солидарности С тезисом Александра Брияновича Что Несмотря На Все Развитие Сферы Медиа Все Равно Нет Единиц Хранилища Но Видимо Некоторые Персонажи Настолько Прожигают Экранную Технологию Что Оказывается Несмотря На Что Ты Видишь Его На Экране Непосредственно Вживую Присутствующую Если Кто-то Действительно Не Присутствовал Вживую И Не Видел Запись Вот Этого Колиного Наступления Я Всем Очень Очень Рекомендую Там Явлена Его Манера Мыслить И Говорить Сто Процентно Правда Она Везде Сто Процентно И Была Явлена Что Про Эту Манеру Я Хотел Сказать Эта Манера Может Быть Описана Сем Словосочетанием Которые Я Как Вычитал Бибихина И С тех Пор Очень Часто Употребляю Сплошное Единство О чем бы Коля Не говорил И О чем бы Он не молчал И о чем бы Он не улыбался Мы понимаем Что это было Некоторое Сплошное Единство Бытия И действия Мысли И предмета То есть Коля Это Был человек Абсолютно С непрерывным Таким Дистанциальным Опытом Это человек Который Всю жизнь Как Он в этой Речи Говорил Извлекал Некоторый Опыт При этом Мы понимаем Что он Не был Каким-то Мономаном Что он Не был Каким-то Маньяком Который Как только Увидел Потенциального Солеседника Сразу Брал его За грудки И говорил А вот Все-таки Вот эти роли Или все-таки Коррупции Мы же и договорились В прошлый раз И начинал Грузить И грузить Знаете Есть такие люди Которые всю жизнь Тебя грузят Чем-то одним И ты не знаешь Куда одним Делиться Вот Единстве Колиного Дискурса Чем была его речь И была его мысль Она была производством Производством Вот этих самых Аппаратов Которые позволяют Нам В том числе Тем, кто служит Этого речь Продолжать Извлекать Некоторый опыт Его мысль Это действительность В аристотелевском Смысле слова В том плане Что на ее поверхности На ее основании Благодаря Этой действительности В сообществе Которое Собирается Вокруг Этой действительности Порождается Сразу Множество Возможностей Возможностей Которых не было бы Без этой действительности Но при этом Они не похожи На самой Этой действительности Они могут быть Какими угодно Они как бы Расцветают На этой действительности И поэтому Я думаю Для многих Коля Остается Не просто Как бы Предметом Памяти Или там Предметом Любви А он остается Актуальным Собеседником С тем С кем мы По прежнему Спорим И с тем Чьим взглядом Мы пользуемся Когда мы На что-то Смотрим Например Вот для меня Есть Наверное Десятка Полтора Актуальных Философских Авторов Или Например Литераторов С которыми Когда я Имею дело Я обязательно Помимо своего Собственного Взгляда Причем Совершенно Спонтанно Включаю Еще коды Вот Читаешь Например Ну вот Последняя Приведенная Лекция Дейлеза Я читаю И вдруг Я понимаю Что уже На третьем Акзанце Читаю Его не только Я Но и Коля Грекалов И мы с ним Беседуем Именно Об этом Тексте Вот Умение Производить Вот такие Аппараты Которые Это то Что мне кажется Для Коли Было Очень характерно Теперь Вот О книге И о той Манере Языковой Манере В которой Написана И эта книга И другие Книги Коли Ну вот Я согласен С Николаем Борисовичем Что для Коли Очень важно Было Выработать Вот этот Вот язык Который С одной Стороны Предполагал Речь Собственную Но с другой С другой Стороны Субъект Этой Речи Не был Вот таким Нарциссическим Я Который Обязательно Говорит А вот Что я Хотел Сказать А вот У меня Есть Такое Умение Если Вы Помните Его Тексты Организацию Этих Текстов Никаких Вот Этих Никаких Вот Никаких Вот Этих Паразитарных Словечек Которые Часто Вот Тем Кому Не посчастливилось Быть Таким Как Коля Просится В речь Да Мне кажется Вероятно С другой Стороны Есть Такое Мнение И у Среди Прочей Руды И у Текстов При желании Может Даже Презю Назначить Если Кто-то Найдет Что Где-нибудь Там Чтобы У Холик Где-нибудь Среди Как Может Показаться Там И Некотор Да Да Вот Вероятно Не для всех Это будет Очевидно И так Далее Вот Этого У него Нет В то же Да Но При этом Повторяю Вот Его Речь Остается Ну Если Угодно Речь Прямой Речь От Первого Лица Но Это Первое Лицо Это Не Лицо Нофтистического Субъекта А Это Что-то Такое Что Зовет Этого Субъекта Призывает Его Это Что-то Другое Это Некоторое Оно Но Не Фрейберское Оно Которое Обязательно Надо Присвоить С помощью Я Да А это Некоторое Оно Которое Скорее Своим Я Вступает В Некоторое Сложное Ошение Эроса И Полемаса Одновременно И Как Сказал Водолез Доставляет И тебя Становиться Кем-то Другим Но Так Чтобы И этот Другой В свою Очередь Тоже Изменился В определенном Направлении Вот Чтобы Придемонстрировать Это Да Я Могу Например Сказать Что Даже Таком Не философском Разговоре А в разговоре Совершенно Бытовом Манера Колина Речи Была Той же Которая Использовалась Имя В своего Теоретических Текстах Например Как-то Мы с ним Говорили О Наших Кулинарных Предпочтениях В том Смысле Что мы Любим Есть Что мы Любим Готовить И что мы Любим Когда нам Готовят Вот Можете Представить Каким Видом Коля Сказал Так Покачав Клечами Улыбнувшись Он сказал Ну Мясо Меня любит Вот Понимаете В этом Весь он Не я Люблю Готовить Мясо Не хорошо У меня Получается Готовить Мясо И так Далее Мясо Мясо Меня любит Понятно Что В этом Любит Речь Идет Не о том Что Из всех Всех Возможных Потенциальных Любовников Мясо Предпочитает Именно Его А Гораздо Важнее Было То Что Мясо В данном Случае Предстает Как Некоторый Партнер Как Некоторый Субъект Как Кто-то Кто Возможно Когда-то Бросал Вызов А когда Я Десять раз На этот Вызов Семел Правильно Ответить Оно Наконец-то Меня Полюбило И Сказал Ну Брат Коли Ты В общем Ну Годишь Вот И Вот Это В общем-то Есть Такая Несобственная Прямая Речь Которую Мне кажется Коли Как и многие Художники И мыслители Очень Умело Практиковал Хотелось бы Все-таки Дать Как Слово Самому Колиному Тексту Который Как Мне Представляется В любом Месте Можно Открывать И Зачитывать И Комментировать Но Опять-таки У каждого Кто Колины Тексты Читает Есть Какие-то Места На которые Он Реагирует Как На Лиски Ему Да И вот Во второй Главе Есть Такая Вот Маленькая Подглавка Которая Называется Борьба За досуг Шейзоанализ Партизанской Борьбы Бойны Да Вот И вот Здесь Мне кажется Есть Очень Простые Наблюдения В то же Время Начинающие Сразу же Работать Как Вот Эти аппараты Позволяющие Нам Извлекать Опыт Сегодняшний Да Не Привязанный К Какому-то Локальному Топусу Или Время Современные Войны Происходят Там Где Людям Стало Угрожать Работа Как Следствие Экспансии Современного Туризма Война Война В этом смысле Ряд Отпыливания От гомеостатических Императивов Капитала Род Парадоксальной Борьбы За досуг Партизанская Война Представляет Собою Продолжение Отдыха Другими Средствами Палестина Югославия Цейлон Корсика Кавказ Ну и вот И дальше Замечательная Фраза Которая Мне Просто Вреду Врезается В сознание Люди Уходят На войну Чтобы Их Не заставили Работать Кельнерами На Горнолыжных Курортах Да Вот Когда Представляешь Себе Эту фигуру Человека У которого Есть Вот Формула Быть или не быть Для него Означает Либо быть Кельнером Швейцаром Или еще Кем-нибудь На Горнолыжном Курорте Или идти Воевать Ты понимаешь Вот Су Драму Метатизическую Которая Для поли Была Принципиально Важна Понятно Что речь идет Не о Не эмпирическом Кельнере И не о Эмпирическом Партизане А речь идет О некоторых Метатизических Апостасах Можно работать В гостинице И быть партизаном Можно Пойти в армию Или в партизанский Отряд И там быть Кельнером Вот И так далее Но вот Этот выбор Принципиальный Что такое Кельнер Это некоторая Фиксированная Точка Идентичная Точка На которую Опирается Вот этот Потоп капитала И с которым Ты никогда Не можешь Столкнуться Он использует Тебя Он на тебя Опирается Вот И он Осуществляет Своё движение Проходя через Вот это Множество Фиксированных Точек Идентичности И что означает Не быть Кельнером В данном случае В данном случае Это означает Отказаться От существования В качестве Такой Фиксированной Идентичности И превратить Своё Я Ну Вот В некоторую Контрсилу В некоторую Дейтианскую Складку Которая С движением Того же Самого Капитала С любым Другим Абстрактным Потоком Встречается И образует Какой-то Водоворот Загихрение Узел И вот Этот узел Да В котором Частью Является Сила внешнего Что-то Такое Что Противостоит Мне А частью Являюсь Я сам Каким я был До этого Столкновения И вот В этом узле Мы Меняясь Энергиями Перестаём Быть Самими собой И капитал Это уже Не совсем капитал И субъект Это уже Совсем Не субъект Лицо Это уже Совсем Не лицо Мясо Это уже Не совсем Мясо Вот этот Обмен Энергиями Это и есть Тот опыт Который Как мне кажется Для Коли Был очень важным И понятно Что То Что Описывается В качестве Фигур террора Это и есть Собственно говоря Вот такие Типы Опыта Сборки Опыта Вот эти Фигуры террора Это на самом деле И есть Единственная Альтернатива Тому Режиму Обобщенного Терроризма Которые И действуют В той манере Что превращает Нас в Кельник В каких-то Субъектов Облаченных В определенную Форму Трудящихся По графику Получающими Положенную Зарплату Выслушивающие Вежливое Обращение От презирающих Нас людей Которые Нас богатительные И так далее И так далее Вот этот Терроризм Обычного Естественного Законного Образа Жизни Это и есть Тот Враг Против которого Обращены Фигуры террора О которых Николай Я писал лет 10 назад Но и сегодня Другой Альтернативе Вот этому Тотальному Терроризму Который Нас окружает Чем вот эти Многочисленные Фигуры Как бы их Называть Партизаны Подонки Бесславные Люди И прочее И прочее Другой Альтернативы Похожи В этом смысле Эта книга Является Не Зарисовкой Определенного Момента А является Метфизическим Сочинением Которое Актуальнее Сегодня Даже для людей С серьезным Телефоном Актуальнее Актуальнее Спасибо 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 Ну теперь Пожалуйста Константин Черезянный Да Я знаю Здесь Здесь какие Правила Нужно выходить Да Здесь Называется Смех Подготовлен Рецензию На Киар Это означает Показать Мерю Что я Прочитал Хотя Не обязательно Я Эту книгу Прочитал Два Раза Первый Раз В старой Версии В 2007 Года В тонкой Обложке Которая Была И в этот Раз Перечитал Новое Издание И Конечно Было Очень Интересно Сравнить Впечатление Потому Что Первый Раз Я Книгу Увидел Во втором Курсе Философского Факультета Внизу Университетский Магазин Вот такой Книжный Там Эта книга Была Очень далеко Запихана Я Вытащил Рой Из других Книгов И Мне Очень Понравился Сюжет На уровне Названия На уровне Обложки Потому Что Я подумал Наконец-то Философия Перестала Говорить о Вечном Наверное Актуальность Возвращается Я скажу Немного Об этом И Тогда Когда я Открыл книжку Я совершенно Ничего Не понял Я не понял Ни одного Предложения После того Как я Познакомился С Николаем Я Стал Слышать Его голос При чтении Книги Это Очень важно Потому Что При чтении Книги Нужно Представлять Нужно Представлять Его Телесную Динамику Нужно Представлять Его голос И Тогда Оказывается Что Действительно Книга Звучит И ты Я Соглашусь С уже Сказанным Вступаешь В диалог С автором Притом Буквально Как будто Вторгается В твое тело Начинает Проговаривать За тебя И это Очень важно Потому Что Николай Обладал Такой Силой Заражения Смыслом После того Как с ним Поговоришь После того Как с ним Где-нибудь Даже в коридоре В классу Свой факультет Увидишься Начинается Какой-то Очень сложный Очень странный Период После этого Концентрация Он Говорил Афоризмами Говорил Анекдотами И мысль У тебя После встречи С ним Начинала Концентрироваться Это очень важное Условие Условие Экстаз Мы как-то Обычно Не отдаем Себе Отчета В том Что Экстаз Возникает После очень Длительной Концентрации Очень длительного Напряжения Соцсвеннооточения Только тогда Наконец Можно Освободиться От каких-то Вещей Которые Затемняют Сознания Мельтешат Мешают И только тогда Нужно что-то Выстроить Существенное Важное Что-то Такое Что заденет Немного И вот Сама Книга И состоит Из таких Предложений Которые Задевают Телесно Задевают Буквально И Второе Чтение Оно Было бы Совсем Другим Потому что Произошла Процедура Обоследования Была Выпущена Важная Итоговая Книга Жребия Человеческого И Как ни странно После Книги Жребия Человеческого Книга Фигуры Террора Читается Совершенно Иначе Мне кажется Она Просто Становится Более Понятна Становится Понятен Ее Дальний Бицел Если Книга Фигуры Террора Один Будем Называть Ее Словно Так Читалась Просто Как Книга Актуальная В тот Манер Читалась Как Книга Которая Пытается Ответить На Вызов Современности Пытается Преобразить Какие-то Факты В Концептуальную Форму И Показать Концептуальные Схемы Ориентации В этой Уже Сложившейся Действительности То Новая Книга Она Благодаря Дану Что Уже Имеется Ключ Жребие Человеческого Она Уже Не Скрывает Свою Тему В общем-то Фигура Террора Это Фигура Человеческого Когда Я читал Эту Книгу Я вспомнил О другой Книге Книга Очень Интересная Я вспомнил О очень Скучной Книге Второй Том Энциклопедии Филансовских Наук Гегера Там В самом конце Делается Переход К Человеческому Существованию После того Как Ягель Заканчивает Свой Дискурс Природы Он Говорит Что Что Открывает Содержит Себе Природа Буквально Наша Земля Все Эти Ископенные Существа Древние Все Эти Растения Какие Нибудь Первобытные Леса Которые Вмерзли Клады Вечные Льды Почему Мы В горах Где-то Высоко Обнаруживаем Древних Сохраненных Он Отпечалит Отвечает Мифам Он Говорит Все Очень Просто Наша Вселенная Она Как будто Бородила В самой Себе Пытаясь Обрести Нужную Форму Как В плавильном Тигме Который Описывает Платон В тиме Вывариваются Архетипы Точно Так же Здесь Вселенная Варится В самой Себе Пытаясь Наконец Сконцентрироваться Пытаясь Найти Саму Себя Эта форма при первом своем обнаружении Это человек Который Открывает Свои глаза Начинает Мыслить Смотрит На этот мир Начинается Новый день Человеческий день А природа Как будто бы Находит Свою меру Свою границу Она определяется И Вот этот процесс Процесс Который Гегель Сравнивается Сновидением Каким-то болезненным Сновидением Или Сновидением В наркотическом Бреду Когда человеку Снится Много Всего Ужасного И Наконец Наступает Утро Человек Освобождается От этого Возвращается В стихию Мысли Впервые Может быть В нее Входит Вот Этот процесс Вываривания Природы Совпадает С тем Что описывает Николай В общем-то Фигура Террора Это Вываривание Человеческого Это Длительное Выражение Человеческого Материала И его Производство И в этом Смысле Очень Важно Что Фигура Террора Переходит Из такой Социологической Плоскости Если говорить Школьными Банальными Формультовками В Антропологическую Плоскость Нам становится Понятно Что Здесь Идет Речь О О Нас Самих О Нашем Теле О Наших Мыслях О Наших Чувствах О Наших Эмоциях И о Том Откуда Все Это Взялось Оказывается Что Все Мысли Чувства Эмоции Сама Наша Целестность Имеет Символическую Историю История Это Кошмарная История Террора И Николаев Пытается Пробиться По ту Сторону Самоочевидных Положений По ту Сторону Стеклянной Брани Обыденности Чтобы Пройти К Корням Вещей К Источникам Питающим До сих пор Раскрыт Эти Вещи Соответственно Интересно Не то Что Николай Звучит В этой книге Интересно То Что Книга Сама Его Голос Прозвучавший Продолжающий Звучать Книги Меняется До сих пор Он До сих пор Открывает Что-то новое И дело Не то Что Мы Как-то Извинились Читаем Эту книгу По-новому Что-то Происходит С нами Мы Клиниваем Эту книгу В ряды Делаем Серии В ряду Других Книг Начинаем Через Контекст Как-то Достраивать Что-то Нет Сама Книга Обладает Жизнью Она Живая Она Живет И она Говорит Новое О Этих Страшных Вещах Что Это За Вещи Фигуры Террора Обычно Когда Мы Говорим О Фигурах Мы Представляем Себе Что-то Такое Автоматизированное Шаблонное Трафаретное А самое Главное Что-то Что-то Уже Повторят На раз Много Раз А вот Фигуры Танца Или Фигуры Силогизма Фигуры Мышления Или Фигуры Речи Это Что-то Такое Что В нашем Современном Обществе Пренебрегающем Риторикой Является Болезненно Вызывающим Является Обидным Если Кто-то Вам Говорит Не Используя Фигур Или Это Всего Лишь Фигуры Речи Вы Думаете Что Вы Впали Банальность Повторения Что-то Такое Пронесли Что Обесценилось Из-за Факта Многократности Повторения А Фигур Метерора Как ни Странно Все Иначе Это Обнаруживается На Уровне Чтения Книги Когда Вы Друг Открываете Вещи Даже Не Успели Уникнуть Может В Задет Наступ Сильно Что Буквально Ошеломил Вы Чувствуете Взрывы Со всех Сторон А потом Когда Вы Начинаете Понимать О чем Идет Речь Когда Более Менее Привыкли К Этому Шуму К Этому Взрыву К Этим Совершенно Нечеловеческим Требованием По Концентрации Мысли Вы Понимаете Что Вам Говорят О Изнанке Вас Сами О том Что Когда Давным Давно Была Отвоевана Человеком У Совсем Других Формаций У Совсем Других Может Быть Не Только Живых Но И Символических Существ Ницше Часто Повторяем Врафаризм О том Что Человек Это Сошедшая С ума Обезьяна Действительно Существовало Какое-то Тело Обезьяны В этом Теле Обезьяна Уютно Себя Чувствовала Потом Она Сошла С ума И в этом Теле Начало Жить Что-то Другое Какое-то Другое Живое Существо Стало Пользоваться Этим Делом Как Своим Инструментом Это Рождение Человека И до сих пор Человек Испытывает Какое-то Неудобство Из-за того Что Тело У него Не такое Не Человекоразмерное Тело У него Какое-то Совершенно Ему Потустороннее Это Выражается В стыде Человек Может Стыдиться Он Наступо Может Стесняться Бояться Своего Тела Что Выходит По ту Сторону Этой Телесности Весь Проект Культуры В общем-то Связан С этим Движением Против Природы С нападением На природу Для того Чтобы Человек Мог Хоть Как-то Освободить Себя От Страшного Наследия Прошлого Которое Так Не Удаётся Переварить И Ладно Если Речь Идет Обезьяне И О Её Телесности А если Речь Идет О Богах Страшных Существах Каких-нибудь Промежуточках Между Богами И Людьми Если Речь Идет О Демонах Даймонах Если Речь Идет О Ангелологии Оказывается Что Всё То Что Ранее Приписывалось Каким-то Богам Пусть Это Даже Были Ещё Первые Боги Животные В конце Концов Было Приватизировано Человеком Первая Могила Даже Она Строилась Не для Человека Она Строилась Скорее всего Для Другого Живого Существа А возможно Для Животного Которое Обожесклялось И считалось Что Именно Его Нужно Сохранить Похранить А затем Начали Хранить Людей А затем Появляется Не только Могила Но и Живища Людей Люди Начинают Жить В тех Местах Которых Раньше Ютились Только Звери И постепенно Оказывается Что Человек На себя Стягивает Весь Этот Природный Символический Универсум Универсум Биологических Тел Универсум Символических Тел Различных Сборок Различных Сообществ И все Эти сообщества Становятся Человеческими И мы Как-то Этому Не удивляемся Мы Спокойно С этим Живем Мы Забыли Про Называл Унхай Потому Что Постоянно Угрожают Вторницы Вашей Повседневности Обналичивая Какие-то Нелицеприятные Вещи Потому Что Вещи В этот Мин Буквально Теряют Лицо Обнаруживается Их Изнанка То Чем Они Себя Собственно Были Та Страшная Жуткая Сила Которая Питала Лицо Которого Мы Привыкли И Именно Поэтому Книга И Обладает Такой Мощью Пробивной Мощью Говорить О таких Вещах Как Об Изнанке Человеческого А Предистория Символическая Благодарственная Человеческая Невозможно Иным Языком Необходима Сила Языка Необходима Сила Которая Проходит Где-то Между Словами Которые Вы Ощущаете Когда Читаете Эту Книгу Просто Как Некий Порядок Слов Даже Можете Ту Силу И Назвать Никак Нельзя И Именно Поэтому Речь Идет О терроре В первую очередь Необходимо Все эти Привычные Формы Образования Не просто Объяснить Проанализировать Да буквально Расщепить Разложить На части Их Необходимо Подорвать Иначе Ничего Понятно Здесь Не будет Необходимо В какой-то Момент Обнаружить Себя Посреди Этой Тотальной Неустойчивости Где Уже Ничто Не может Закрепиться Надолго Может выступить Такой фигурой За которой Можно было бы Закрепиться Которую Можно было бы Обжить И уютно Себя чувствовать В каком-нибудь Герметичном Скафандре Здесь уже Ничего такого Нет Все Скафандры Погреждены Все слова Закончились Все Обыденные Ходы Мысли Все Проторенные Дороги Здесь уже Исхожены И соответственно Говорить нужно Только на каком-то Совершенно Новом языке Каких-то Совершенно Новых вещах Именно Поэтому Язык представляет С собой здесь Такое Пересечение Не только На уровне Высказывания Но и на уровне Сюжетов Понятий Терминов Которые Вводятся В этом тексте Текст не просто Сплетается Какое-то Единство Текст В каждом моменте Остается Равен Самому себе Именно поэтому Он позволяет Вас Выцепить За все Те Заранее Понятные Заранее Обработанные Аправированные Мыслительные Сборки То, что Берез И Гватари Называли Ассамбляжем Именно поэтому Книга Представляет С собой Такие Лесные Тропы Превратившиеся Партизанские Тропы Потому что Если лесная Тропа Куда-то Водит Просто Естественным Путем То Появление Партизанов На этом Естественном Путе Добавляет Что-то Гораздо Более Значимое Добавляет Угрозу Добавляет Причувствие Опасности Добавляет Тотальную Дезориентацию Уже Не только Человек Чувствует Себя чуждым В этом лесу Потому что Человек Не привык К лесному Пространству Оно кажется Ему Невыверенным Нелинейным Каким-то Заманивающим Страшным Но здесь Появляется Некий Ужас Человеческий Ужас Того Что Обжитые Старые Формы Человеческие Формы Которые Существовали Длительное Время В культуре Они Обнаруживают Ту свою Непристойную Изнанку С которой Каждому Страшно Встречаться И поэтому Эта книга Фигура террора Она Не столько Автобиографическая Она не столько Об авторе Она никакая Не агиографическая Как мне кажется Она Конечно же Книга О нас О каждом Из нас И о той Страшной Изнанке Которая Постоянно Поддерживает Даже самое Комфортное Самое Приятное Для нас Полное Существование Спасибо Спасибо Олег Олег Приветствую Сразу Здравствуйте Я не знаю Что сказать Могу Потому что Слово Тогда не было Когда мы Писали книжку Это возможно И было время Когда мы Более всего Общались Постоянно И Наверное Даже наши Родители общались Я бы не назвал Это даже Прочувствовал Собственно говоря Но Все что я услышал Хотя выходил Но Оно всегда Касалось Какого-то Квазиаприорности То есть Нас Еще раз Должны Донести Впосредством Минимум Металлических Рассказов Или Сложности Рассказываемые Которые Потом Придет И Вернется Ко всем Каким образом Но Тем не менее По правде Говоря Есть Не предчувствие Ужаса Ужас Сначала Что называется Медики Террорства По ту сторону Любой справедливости И уж точно Разведки Между объективным Субъективным Социальным Субъективным Это все Семейная История В определенном Смысле Семейная Вне Зависимости От того Мы В каком-то Чудовичном Мире Где нет Папы И мамы А есть Множество Разнообразных Родственников Первобытных Или еще Каких-либо Фигур Такого рода Я имею ввиду Достаточно Простейшую Вечь Которую Когда-то Пересечение Между Архаикой И Нашим Новым Способом Бытия Обозначил Аристотеля Аристотель И Платон Как раз Избежать Такого Хотел Я бы Не Говорю Как-то Он Поэтики Сказал Что Один Ман Он Пытался Обозначить Границу Вежды Страхом И Ужасом В Греческом Нет Различия Прямого Собственно Говоря Имеется Большая Или Меньшая Степень Имеется Ввиду Просто То Что Через Пример Можно Обозначить Одемант Который Видел Своего Сына Ведовым На Казни Ничего Не Мог Сказать И Окаменел Ведя Который Который Просил Минестоню Ровно Ровно Постой Постой Поскольку Он Предшествует Любому Роду Высказыванию Возможно Он Предшествует И сознанию Как формация Бессознательного Так Или иначе Он Предшествует В этом Смысле И Логике Справедливости То С чего Начал Александр Куприяр То Чем Не Предшествует Ничто Что Самое Главное Ибо То Что Порождает Террор Оно Всегда Позади Того Что Его Начинают Это Называются Месть Ресентимент И все Остальные Фигуры Такого Рода Большому Счет Собственно Говоря Никто Из По Определению Так Или Иначе Могли Мы Как бы Вписать Туда Некую Природную Необходимость Естественную Религию Естественный Порядок Любого Рода Собственно То С чего Начинается Всякий Либерализм Всякая Идеология Ну И Собственно Его Отрицание И В том же В качестве Того Что Ее Определяют По Обойтому Собственно Но Тем Нем Ее Тут Трудно Что-то Сказать Возвращаясь Обратко К тому О чем Мы Говорили Не Было Террора Была Просто Жизнь И Вообще Говоря Тогда Было Хорошо Действительно Хорошо Ну Уже Хотя Потому Что Мы Все Были Живы Я Больше Ничего Не Спасибо 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 Ксения Капельчук Ксения Капельчук Кто-то Здесь книгу Не читал Что Вещи Кто-то Прочитал Два Раза Я В этот раз Прочитала Половину Которая Связана Не с фигурой Терора Я С большим Удовольствием Священием Прочитала Вторую Часть Где Ставна Статьи Николая Алексеевича И это Потрясающе Потому что Статья Она 2000-го Года 2014-го И это Настоящее Приключение Послеживать Какие-то Метафоры Которые Всплывают В одном Консекте В другом Там Какие-то Интересные Приключения Во всех Вообще Когда я Эту Книгу Увидела Я Вспомнила Такой Фрагмент В прошлом Когда я Была на первом курсе Николай Алексеевич Был моим Моем 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 Помогите Я Спросила Какие Книжки Читать Ну То есть Это было Не очевидно С самого начала Вот И он сказал Примерно Следующее Он сказал Ну Представь Да Когда радио Настраиваешь Там Одна волна Другая волна В какой-то момент Ты чувствуешь Что это Твое Вот Прислушать Ну Вот так Так и с книгами Так и с мыслями И когда я взяла Эту книжку У меня было Такое чувство Что как будто Вот это вот Какая-то радиоволна Которая утихла На какое-то время Вдруг зазвучала Это был настоящий Подар Вот Ну Я Наверное Сейчас буду Пересекаться с тем Что уже говорили До меня Ну В частности Да В том вообще Как эти тексты устроены Вот Там Прочитывают Например Коррупции Телевые И Ну Нечто В этом В этом Все Нас задевает Да Не только С точки зрения Смысла Содержания И так далее Ну Вот Я лично Уже Немножечко Отвыкла От такой Роскоши Да Потому что Ну Как эти тексты Устроены Они устроены Совершенно Специфическим Обратом Ну В послесловии Тензик Поприяныш Говорит О линиях Схождения Расхождения На пересечении Которых Все эти Конструкции Начинают Работать Да Ну А как вообще Сейчас В 2018 Году Примет Строить Тексты Особенно Тексты Статей Публикуемых В Лицензируемых Изданиях Входящих Базов Соответствующих Статус И так далее Да Мы Привыкнем К некоторым К некоторой Манере Да К манере Выстраивания Аргумента К жанрам Типа К Критике Анализа Источник Или Самые Дерзкие Перепрочтения Кого-нибудь И тут Ты вдруг Брешь Эти статьи Да И там Совершенно Иные требования Совершенно Не те требования Которые Относятся В этих Реферируемых Рецензируемых Журналах Да Мне очень понравились Пару Ролировок Из этих книг Собственно Тех требований Процитируют Например Совершенно Не важно Что в принципе Может быть сказано Только то Что будет сказано В действительности И что ее Потрясает Или по крайней мере Способность Потряси Или требования Да Говорить о том Что Дело Что сообщает Тяжесть Нашим делам Все остальное Невразумительно Да Невразумительно Но вообще Говоря Николая Алексеевич Неделать Философом Вразумительную Как Того Что Того Что дает Нразу Да Философия Он ее повторяется То Что делает Вещи Непонятными И исходный Пункт Это как раз Не Вразумление А Изумление Изумление Как то Что Решает Нас И И рассудка И ума И перед чем Мы останавливаемся Да Все эти Разумные Истоки Неразумного Неразумного Невозгибает Да Бессмыслиться Как Исток Смысла И в этом Плане Да Философия Это то Что Можно было бы Назвать Как Уже Александр Анатольевич Говорил Да Это машина По Извлечению Опыта Еще Одна Из Классических Цитат Да Можно Опыт Пережить Можно Опыт Извлечь Это Совершенно Две Разные Вещи Так Вот Философия Это Анализом Возможных Машин Извлечения Опыта Правда Вот Когда Тоже Сегодня С утра Пересматривал Некоторые Доклады Николая Виколова В одном Из последних Он Открылся На такой Скепсис Он Болел О Способах Выражения Истины Он Говорил О том Что Философия Как Педагогика В принципе Уже Завершилась В том Плане Что Педагоги Когда Вождение Ребенка Ей В общем-то Уже Некого И некуда Вести Правда Поскольку Для меня Николай Николаевич Оставится Ночным Руководителем И Педагогом В каком-то Смыслу Я С этим Предведением Соглашусь И моя Интуиция По поводу Того Что Происходит В этих Текстах Как раз Связана С вождением И С теми Самыми Лисами О которых Константин Говорил Потому Что Зачастую Вызывает Раздражение И полнейшее Медовлетворение Какими-то Философскими Текстами Они Очень часто Ходят Опольными Путями Есть тот самый Опыт Который мы Пожелаем Который мы Хотели бы Извлечь Но Что мы В итоге Имеем Мы Имеем Какой-нибудь Вскурсионный Автобус Который Далека Нам Нужно Случай Показывает А вот Там Обратите Внимание Хайдегер Про Истину Или Про Ужас Или Еще Про Что-то Очень Важное А давайте Теперь Обратимся К Игеру То Что Происходит В Статьях Николая Гриховного Мне кажется Это тоже Негкий Способ Вождение Совершенно Иного рода Если Александр Куприенов Сравнивает С шаманом Я бы Скорее Сравнила С каким-нибудь Охотником С линопытом Который Ходит По лесам Какими-то Тропами Указывает До засечки А вот А вот Здесь Хайдегер Здесь Вот Раб С господином Можно И тем Путем И Это Совершенно Не экскурсионный Путь Потому Что Каждый Путь Он ведет Кто Либо Истиня А Истиня Как Напомним То Что Дает Вживан Согласно Иной Известной Формулы Николая Алексеевича И этот Поход Довольно Опасный Но С ним Он кажется Возможным С ним Кажется Это Извлечение Опыта Может Удастся И Да Ввести На какие-то Тропы Которые Ведут К тому Месту Где Можно Совершить Правильное Место Где Можно Совершить Жертвоприношение И Просто Завершение Маленькой Цитаты Возникает вопрос Что же Можно Выступить В качестве Философского Аналога Пытающиеся Заглядеть Как Буйство Насилия Так Безжизненности В отсутствии Это Наша Собственная Речь Наш Собственный Дискурс Между Благодарствами Инновацией О праздниках Был Зачем Радостный Расскрат И Наша Сегодняшняя Встреча Защита Именно Коля Был Этому Причиной И Я Наблюдал И За Николаем И За Кубликой Помнится Борисович Марков Был А Нет Он Оппонент Он Оппонент Ну И Борис Васильевич Конечно Путал В такую Вилку С одной С одной С одной Нужно Было Соблюсти Рациональную Защиту Да Николай То Пришел Не Защищать Диссертацию А Нападать Диссертацию И Он Была Ситуация Именно Терроризирования Нашей Респектабельной Научной Публике И Это Ему Легко Сошло Он Защитился Было Парадоксально Но Факт И Почему Так Случилось Потому Что Николаю Как-то Удалось Быть В нашей Среде Инфарктом Терроризирует Да То есть Ребенок Который Терроризирует Но Ему Все Сходит С рук И Ему Удачно Удаётся Сделать Что-то Новое Вот Тема Ребенка Она Очень Существенная Здесь Я Наблюдаю С собственными Плочками Задаю Из вопроса Они Начинают Конструировать Пирамидку Или кубики Друг на друга Видно Что Идёт Процесс Мышления Некая Радость Творения А потом С такой же Радостью Они Смахивают Это Все Со Со Стала Идёт Конструкция Деконструкция И вообще Деструкция И Задалась Этим Вопросом Почему Зачем Ребенку Мы Взрослые Пытаемся Наоборот Отучить Его Разрушать Отучить Ребенка Разрушать Построенное Но Видимо Вот Как Александр Куприянович Перед этим Сказал Есть Такой Инстинкт Агрессии Разрушения Который Также Необходим Если Убрать Его То Непонятно На что Превращается Человек И вот Николай Шел Этим Путем Да Он Сохранил Себе Вот Эту Необходимость Разрушить Да Сделанное Для Чего И вот Мне кажется Тут Ребенку Важно Что Какое Основное Желание Ребенка Вот Все Что Мы Сделали Это Фигня Давай По Новому Да Вот Это Некое Желание Новизны Некое Желание Новизны И вот Здесь Терроризм Антологический Да Который Говорим И Который Представлен В книге Коли Он Действительно Существенен Как Для Текстов Николая Так И Его Собственной Жизни И вот Я Тут Давно Наблюдал И за Его творчеством И за Какими-то Действиями Когда он Посещал Мои Семинары По Антологии И Просто В коридоре В курилке Любовался Во-первых Он Наверное Не совмест Скажу Что он И Тело Своё Терроризировал Что Понятно Что Выстроить Вот Такой Культуризм Нужно Совершать Некие Может быть Запрещенные Действия Которые Чреваты Будут Последствия Ну И Бывало Встречаемся С ним Где-нибудь В районе Философского Факультета Я говорю Коля Нарастил Мышечную Массу А ну Говорю Коля Напряги Бицуху Он Так Говорит Да Молодец Как у Ворогя Колено Такой Спортивный Прикол По поводу Бодибилдинга И Это Важная Тоже Тема Потому Что Где Вообще Какого Места Какого Топология Фигур Террора Где Эти Фигуры Находятся Мне Представляется Что Эти Фигуры Рисуются На Границе Между Душой И Телом На Границе Между Душой И Телом А Платон Еще Писал Что Не Нужно Не Тело Тренировать Ущерб Души Не Душу Не Тренировать Ущерб Лестницы Должна Какая-то Гармония Но Человек Ведь этой Гармонии Мало Когда Может Достичь Но Николай Двигался Именно В этой Границе Он Может Я Неправильно Понимаю И Вообще Неправильно Неправильно Есть Люди Которые Душой Терроризируют Тело И Наоборот Тело Терроризируют Душу Это Чревато Это Крайне Опасно Более Более Шел Этим Путем И Тем Сам Может быть Преподав Нам Это Урок И Вместе Систем Отщеканивая Фигуры В нашей Пахте И Вот Мы Таким Людивой Бог Спасибо 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 Белый Я не готовил Присушение У меня Просто Есть Две Малорадостные Реплики Я хочу С ним С вами Поделиться Может С вами Отвечать На эти Вопросы Мы С вами Знаем Что Молодому Человеку Тему Или Дают Или Он Сам На Ее Случайно Наблюдает Я Не знаю Как Было Случай С Николаем Но Мы С вами Знаем Что Тема Про Своей Природе И Ее Комментары Должны Как Терехмолы Ну Как То Быть Не Изоморз В психологическом Смысле Еще В таком Тексте Ну Как Соответствовать И Оглядываться Друг На Друга И Привечать Друг Друга Вот Тут Случай Случай Скуль Ничего Не Решмолится Террор Проблема Сама По Себе Объясним Вот Если Мы Поверим Александру Куплияновичу Он Конечно Прав Но Интенция На Террор Аналогически Встроена В Бытие И Естество Бытия Вот И Имманентно Вменено Психической Организацией Человека Тогда Зачем И Как С этим Бороться С этим Бесполезно Бороться Это Не Борьба Хаоса И Гармонии Это Что-то Хуже Во Много Раз И Здесь Всякая Борьба Оказывается Бесполезной По Своим Питовам Именно Поэтому Гражданская История Человечества Это История Война Один Историк Попытался Подсчитать Вот На планете Хоть какой-то День Был Мирный Вообще Делать Не Было Никаких Конфлитов Я Насчитал Три Дня За Всю Мировой Я Уж Не Знаю Какой Он Никола И Пользовался Много Так Вот И Характер Николая Я С детства знал Он По Могу Еще Душку Вот Он Умел Быть И Серьезным И Смехливым И Всяким Как Сякий Ребенок Но В конце Концов Из него Выросло Удивительно Солнечное Существо Вот У Гегеля Есть Красивая Метафора Светлое Существо Восхода Он Дворожда Или трижды Его Потребил Всего Это Красиво Вот Коля И Был Таким Светлым Существом Восхода И Ангелическое В нем Все Таким Превосходило Тот Естественный Демонизм Который Вырастает На почве Научной Огоренности На почве Умения Владеть Разными Дискурсами И всякое Такое Это Первый Момент Который Меня Очень Смущает Несоответствие Нерихмон И Второй Ну Попачивает Какой-то Мистика Мало Интересной Вот Знаете Глядя На Колин Жизнь Которую Прожил Прямо Так Как Долго Стелла Вот Не Сначала А с Финала Замечательной И Такой Насыщенной Жизнь Вот Возвращаясь Вот Такой Ну Не слишком Красивой Может быть Мысли В философии Как Может быть И в любой Науке Есть Проблемы Которыми Опасно Заниматься Опасно Для жизни Для себя Например Проблема Смирки Мы Мы Так И Сидели С Философом Он Кажется Из Воронежа С Хорошей Фабилой Вараба Там Вот Новая От Евангелического Вараба Вот Он Занимался Проблемой Смерти У него Есть Так Назваемые Предсмертные Сказки Мы Вспомнили С ним Автора Дискурса Смерти Замечательных Андрея Демича И Стали Считать Сколько Авторов Молодых Людей Написавших Порядочные Велищи По Талантологии Ушли В мир И мы Один За другим Мы Семерых Не считаем Но Такое Не бывает Случайно Бывает И В этой Семерке Не было Ни одного Старика Я не знаю Как это Объяснить Может Даже Не нужно Пытаться Объяснять Но Знаете Некий Гибрис Некий Лайкстолеонис О котором Коля Пишет Во второй Говоре Преследуют Те Кто берется За Неприкасаемые Правления Лучше Не соваться Это Плохой Совет Не соваться Потому Тогда Любая Проблема Объясняется Против тебя И Страх Проблемы Доватиться Не будет Профессиональную Манию И Тогда Всем Нам Рожится На Будет Но Если Действительно Интенция Террор Террор Вменена Антологически Психологически На Свои Уровни Бытия Тогда Что Получается Надо На Всем Выйти В Соседью Комнату И Как Говорит Чедрив Зарезаться Нет Нет Конечно И Вот Тут Надо Отдать Должное Колиному Мужеству Исследователю Он Ничерта Не Боится Боится Браться За Неприкасаемые Уровни Бытия За Неприкасаемые И опасные Программатизации Нашей Жизни Актуализирует Развертывает Свободно Бесстрашно На Языке Новых Мезонологических Чтений И Вот Это Очень Поучительное Чтение От Него Как Тот У У У У У У Есть Замечательные Гениальные Авторы От Которых Вот Считаю С удовольствием В голове Ничего не Остается Например Вячеслав Савчалович Иванов Читаю Море В удовольствии Ту Ну От Этих Книг Мощный Прибыток Нашему Внутреннему Существованию Спасибо 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 Ну У 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 Пространство Стало Не закругленное Не овальное Но Жизнь Да Жизнь Это дом А дом Терлин В удобный Круг Так В розовом Так что Если Есть желающие Что-то сказать Не что-то сказать А позицию Или Задать вопрос Или Да Конечно Сюда выходите Что-то 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 Я хотел сказать По поводу Здравствуйте, господин Николаев. Мы с ним были знакомы 20 лет. Это были очень хорошие годы. Я, к сожалению, также, как Николай Бадыщич, не читал вторую версию, а только первую версию. Мы вот скоро, где-то года назад, когда мы тоже думали о этой тематике, беседовали, просто по названию. Что такое фигура? Фигура – это некий образ, зафиксирован, как сказал уважаемый Константинов. Нечто было статично. Но, с другой стороны, Николай хотел преодолеть эту фигуру. Сделать либо более классную, более метафизическую фигуру. Быть разным метафизическим фигуристом. Вы знаете, что ходили в Олимпиады, по фигурному катали. Сейчас вот прыгают прыжки. В общем, четверные женщины. Такую руку хотел все больше и больше повышать свою фигуру. Снять фигуры. То, что вот как Гегер, уважаемый Иван Алексеевич, скажет с «out of heaven», снять, быть над. То есть быть не просто фигуристом, а быть метафизическим фигуристом. Быть над фигурой. Это супер фигура. Относительно, что-то, с следующего слова, мы с ним беседовали, да, фигура к чему она относится. Да, катеров с латыни приводится, как обычно, как страх и как ужас. Мы с Колей беседовали, что, и он это безумно понимал, что есть два, ну, условно, извините за схематизацию, два аспекта. Субъективный и объективный. Как Бог, если мы верим в Бога и председаем существование, что Бог есть, с одной стороны, и субъект страха, и субъект ужаса, и тот, кто есть объект страха и ужаса, который он внушает, да. И, как мне кажется, да, Коля пытался, да, быть, он не всегда жил на грани, да, вот этот экстасис, выступание, зоофизическое, да, вот отличная цитата была про мясо, да, заметьте, никого не привил ни проплоть, ни проплоть не до тела, да, а мясо меня любил. Более того, вы все знаете, что он очень сильно занимался спортом, да, он чувствовал себя мясом, да, это с одной стороны, но с другой стороны, он есть как некая жертва, как мясо, которое он приносит жертву, да, он не хочет быть мясом. Он, опять же, извините за георгию, он снимает этот свой, там, как это сказать, свой культуризм, свой накачен, свой мачизм и выходит за грани. И сам, тем самым, является метафизическим фигуристом и метафизическим сценаристом. Спасибо. Я смотрю, что градус синалитических истолкований, мистические даймены появляются все больше и больше. Но Коля, вот, очень часто любил говорить, кто такой настоящий философ. Он говорит, настоящий философ тот, который может преугадать характер будущей войны. Характер будущей войны, в смысле вооружения, хотя само по себе это очень важно для антоповода, а характер вражды, который разделит очередное врачевичество, и что с этим нужно делать. Поэтому, действительно, вот, как сам приоритетовался, на Гербелина, да, где опасность, там, и спасение, идти туда и смотреть, что можно спросить. И, конечно, это вещи непростые и сложные для существования. Какие еще есть желания, может быть, что-то сказать? Вот, ну, если вы так задумались, то хорошо. Я хочу вас сердечно поблагодарить от имени Натальи Юрьевны и Ксении. Они много сил отдали подготовки этой книги, поскольку тут дополнены варианты. Ну, понимаете, самое издание, такой книг, это лишь сложно. Еще более сложности было даже доготовить издание книг о жребе человеческого, справочный материал, ну и так далее, и так далее. Ну, теперь эти работы среди нас. И хочу вас поблагодарить, Роман Викторович, вас за помощь в издании, Дмитрия Кирилловича. Но, вы знаете, и еще и по-человечески, потому что вы нас поддерживаете, вот, в нашем существовании, поддерживаете, вот, говоря об этом, обращаясь к этому. То есть, вот, это живет и существует. Большое вам спасибо. Ну, тогда, наверное, принеси, пожалуйста. Еще я хочу вам сказать о книге. Вот, вышла книга, я не знаю, она нигде не продается, но мы не собираемся это делать. Это материалы семинара, который был проведен на базе политехнического нашего политехнического университета. Называется «Тотальная антропология и реальная». Здесь, по-моему, 23 автора, и что меня радует, я уже об этом вскоре сказал, что здесь представлены и поколения, с которыми Коля общался, люди, которые его любили и помнят, и представители более старшего поколения, профессоры Супа, Борис Васильевич Марков, вот, и здесь есть иностранные участники. Так что, вот, книга, как, да, наверное, будет презентация. Я не сказал, что это книга памяти. Это книга памяти, да, вот, ее можно здесь посмотреть. Это можно? Да, Наталья. Просто пропоминтирую, Алексей Алексеевич. Этот сборник был, ну, основой его, в основу, так сказать, или некий такой импульс, был круглый стул, который по инициативе, как ни странно, политехнического университета в мае прошлого года. В прошлом году мы собирали, и тогда, вот, после того, как люди там выступали, и вот так очень хорошо говорили, решили, что, может быть, можно на этих материалах, вот, именно отталкиваясь от этих материалов, составить сборник, посвященный памяти Коля. И вот в результате в Политехническом университете была эта книга издана «Тотальная антропология и реальная» ее назвали, вот, в памяти Николая Алексеевича Киркалова. И мы просто не хотели сейчас, это чисто информационное такое сообщение, мы не хотели смешивать, как бы, две таких, как бы, в одной презентации две книги. И мы думаем, что на базе Политехнического университета пройдет уже презентация этой книги, ну, может быть, в мае месяце, так, какое-то другое время. Вот, там многие участники факультета университета, ну, и не только. Ну, это, кстати, что сказал, что разные поколения, она там же состоит из нескольких частей, мы вот эту форму избрали, как вот «Фигуры террора 2», куда входит монография, это не вторая редакция монографии, это та монография, которая и была опубликована на основе его кандидатской диссертации в первом издании, переиздание монографий, а также статей, которые тематически близки к теме, разрабатывавшейся вот в этой диссертации и в монографии, связанные с коррупцией, террором, вот с такими экстатическими состояниями, вот это то, о чем сегодня говорили, изгнанкой существования, которая тоже может быть как одна из фигуры террора. А другая часть – неопубликованные материалы. Там министерум применем, это неопубликованная часть, которая должна была войти в первую докторскую диссертацию, а также и в книгу «Жребия человеческого», но она была не завершена, и поэтому, когда мы с Ксенией работали над уже оформлением книги в печати «Жребия человеческая», все-таки мы решили эту главу не включать, поскольку, ну, она все-таки, кто читал, видел, что некоторые моменты тезисно даны, то есть это еще такой вопрос. Но в эту книгу мы решили, что она и тематически подходит, и дает вот такой вот, так сказать, срез незавершенности, если угодно, незавершенности жизни, незавершенности мысли или планов, которые ставил себе Коля. И вот возвращаясь к вот этому сборнику, который мы сегодня вот просто информировали вам, здесь также статьи и публикация материалов, которые еще не вышли. Это монография, на которой Коля работал совместно с Андреем Положенцевым. Первая глава этой монографии представлена в этом сборнике, а также одна из статей «Люминатуралис», которая была опубликована в инженерном журнале, так и гулянцевый журнал был, но поскольку в Политехническом университете сборник готовился, поэтому мы решили, что с техникой вполне эта статья там подойдет, и она, я считаю, очень украшает этот сборник. Ну вот то, что я хотела сказать, так что нужно сказать, что мы приглашаем на следующую презентацию, ну, о которой, конечно, мы скажем, и все будем рады видеть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.